В Москве прошла торжественная церемония вручения премии фонда Елены Образцовой. Великая певица после завершения активной сценической карьеры посвятила себя просветительской деятельности. Организовывала оперные конкурсы, учила молодых певцов, открыла благотворительный фонд. Аплодисменты, фанфары. Впервые на церемонии награждения лауреатов премии фонда Елены Образцовой чествуют сразу и ветеранов оперной сцены, и молодых вокалистов. Раньше проводили две церемонии. Лауреатов выбирала сама Елена Васильевна. Она хотела награждать своих партнеров по сцене, ветеранов, заслуженных, прославленных певцов, педагогов и поощрять молодежь. Премию за многолетнее служение вокальному искусству присудили народным артистам Советского Союза. Маквала Касрашвили в этом году отмечает полувековой юбилей со дня первого выхода на сцену Большого театра. Я счастлива, что я удостоена этой премии. Премии имени великой, выдающейся певицы Елены Образцовой, которая к большому счастью моему была моей подругой почти около 50 лет. В числе лауреатов Зураб Саткилава, который был партнером Елены Образцовой по сцене Большого театра. Владимир Минин накануне этой церемонии со своим коллективом вернулся из Польши, где Московский государственный академический камерный хор завоевал на конкурсе первое место. И вот еще одна награда. Для меня это большая неожиданность. И для меня важна не награда, а для меня важна личность этой замечательной певицы. Встреча с Еленой Образцовой в свое время изменила судьбы многих исполнителей. Екатерина Морозова вместе с Юлией Миньбаевой, получившая премию за яркое начало в искусстве, с Еленой Образцовой встретилась на конкурсе. В 2013 году, когда я участвовала в ее международном конкурсе, заняла третью премию. Тогда-то мы с ней лично познакомились. И с тех пор, можно сказать, началась моя, можно сказать, международная карьера. Премию «Надежда» получил Тимур Сланов, участник и лауреат международных музыкальных состязаний, в том числе и всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Начинал, кстати, как флейтист, параллельно занимаясь вокалом. Елена Образцова в свое время отметила его удивительный голос. Сейчас стоит перед нелегким выбором. Я пока думаю над этим, куда я хочу поступить, учиться. По традиции для лауреатов в этот вечер музыкальные приношения от юных дарований. Александр Малафеев – победитель юношеского конкурса имени Чайковского и обладатель гран-при «Гранд Пиано Компетишн», конкурса, идея которого принадлежит Денису Мацуеву. Егор Апарин – лауреат второй премии конкурса юных пианистов в Астане, художественный руководитель которого Денис Мацуев. Егор и обладатель гран-при конкурса «Посвящение Сергею Прокофьеву». Эта сцена объединила представителей разных поколений и признанных мастеров, и тех, кому еще предстоит оставить свой заметный след в истории музыки. Лидия Алешина, Сергей Харламов, Новости культуры.